Фонд был выстроен под инициативные проекты отдельных ученых, работающих в разных областях, может быть даже в небольших университетах и академических институтах. И не всегда они попадают под распределение вот этих крупных программ, но тем не менее это тоже заслуженные люди. Российский научный фонд создан в целях финансирования научных и научно-технических проектов и программ в сфере фундаментальных исследований. Фонд был учрежден в конце 2013 года. За это время было поддержано более 60 тысяч российских ученых. Александр Хлунов специально для студентов, аспирантов и научных сотрудников провел лекцию Российский научный фонд как инструмент грантовой поддержки научных исследований. Генеральный директор рассказал об основных результатах работы в прошлом году, о конкурсе на получение гранта и ответил на вопросы участников встречи. Появился новый конкурс для фонда, уже два года мы его успешно реализуем. Это малоотдельная научная группа, два года по полтора миллиона, я его так называю, подумать. Конкурс проводят в разных научных сферах, к примеру, математика, информатика и науки о системах, физика и науки о космосе, биология и науки о жизни, науки о земле. В 2023 году фонд планирует распределить почти до 48 миллиардов рублей. Решение о поддержке научных проектов принимается экспертными советами РНФ, состоящими из ведущих ученых. Отдельное внимание спикер уделил участию следователей Казанского федерального университета в программах фонда. Ведь экспертами являются те, кто здесь присутствует, они активно участвуют в этом. Хочу сказать, что, конечно, на нынешнее состояние один член экспертного совета это незаслуженно мало. Российский научный фонд позволяет совершенно свободно любому человеку в режиме реального времени ознакомиться с кратким содержанием поддержанных проектов и их результатами. РНФ представляет широкий спектр возможностей для старта научной карьеры молодых исследователей. Фонд дает повод для профессионального роста и развития. Виктория Сухих, Александр Кузнецов, Универньюз.